В коттеджном поселке Заречное стреляли в отставного генерал-майора Анисимова. По просьбе потерпевшего детектива Игоря Лукина срочно вызвали в больницу. Спасибо, что приехали. Мне вас в своё время рекомендовали друзья. Я, наверное, умру. Но прошу вас, найдите эту мразь, которая стреляла в меня. А вы видели этого человека? Нет. Может, кого-то подозреваете? Да они все. Слышите? Все хотят моей смерти. Я слышу, слышу. А кто все? И жена, и сын, и любовница. Алло, Фёдор, слушай, у нас новое дело. Было покушение на генерала Анисимова. Ранили его, возможно, смертельно. Узнай мне всё по нему, а? Давай, пробей. О, такие дела, да без тебя. Ну да. Слушай, как он? Шанс-то есть? Ну, в рубашке родился. Дело в том, что стреляли, похоже, из его пистолета. Из Наградного, из Макарова. Из сейфа похитили. Мы вот гильзу нашли. Сейчас экспертизу идём. Понятно. А давно похитили? Неизвестно. Он вообще-то говорит, что редко в сей заглядывает. Стало быть, сейф не вскрывали. Вскрывался сейф. Значит, либо ключом, либо дубликатом. Вот. У преступника это что-то было. А ты, кстати, ничего он тебе не рассказывал? Ну, что своих подозревает? Вот что интересно. Кстати, кто его нашёл? Жена нашла. Мы её допросили уже. Минуточку. Так. Секундочку. Капитан Нестеров слушает. Да, товарищ полковник? Есть. Погоди, погоди. Что жена-то сказала? Ну, жена на развод подала два дня назад. Ну, ладно, потом поговорим. Ну, что, удалось что-нибудь узнать? Да. Генерал-майор Анисимов. 55-й год рождения. Стремительная карьера. Воевал. Есть награды. В этом году ушёл в отставку. Купил квартиру и коттедж. А не рановато? Для генерала в отставку, а? Ладно, я на место преступления поговорю с женой потерпевшего. А ты вот что, проби мне родню этого генерала и тоже подтягивайся. Игорь Петрович приехал в коттеджный посёлок поговорить с женой генерала Анисимова. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вас нанял мой муж? Да. Частный детектив. Меня зовут Игорь Петрович. Очень приятно. Я представляю, что он вам наговорил. Ну что, то, что и вы, и ваш сын, и простите, любовница его, все жаждете его смерти. Чушь полная. У Гриши с перепугой паранойя началась. А расскажите, пожалуйста, как всё это произошло? Я была в доме, смотрела телевизор, вдруг услышала выстрел. Выбежала, смотрю, Гриша вот там он лежал. Весь в крови. Я вызвала скорую и 0,2. Всё. Понятно. А когда обнаружили исчезновение пистолета? Ну, как раз когда милиция и приехала. Знаете, очень странная история. Дело в том, что ключ от сейфа был всегда у мужа, он всегда его наносил с собой. Понятно. Ну, а на сейфа могу взглянуть? Ну, пойдёмте, что же с вами делать? Скажите, враги у вашего мужа были? Ну, если и были, но мне о них ничего не известно. Когда вот всё это произошло, кроме вас, в доме был кто-то ещё? Да нет. Одна я была. Всегда одна. Ой, сын вообще редко приезжает. А гостей мы не приглашаем, потому что очень тяжёлый характер у мужа. Понятно. Поэтому и разводитесь. А вот это уже вас не касается. Алло. Ой, с ума сошёл. Да ты что, ну не время сейчас. Будто ты не знаешь, почему. Лукина насторожил телефонный звонок жене генерала. Я вам позже перезвоню. Ну, простите, если у вас всё, то у меня правда много дел. Понимаю. Я вас на голову не задержу. Ухожу уже. Только позвольте дома смотреть. Осматривая коттедж, детектив установил скрытую камеру и прослушивающее устройство на телефон. Какие новости? Ну что, в принципе, и жена, и сын, и любовница. Теоретически все могли в него стрелять. А, ну это сужает круг поисков. Понятно. Ну ты что-нибудь по сыну Анисимову узнал? Да, значит, так. Анисимов Максим Григорьевич, 23 года. Ну, записал его адрес, телефон, который, кстати, не отвечает. Понятно. А где работает? Официально безработный. Ну, а там кто его знает? Понятно. В общем, так, Фёдор, тогда ты оставайся наблюдать за коттеджем. Лен, а ты обойди всех соседей в посёлке. Может, кто-то что-то и видел. А я в милицию по поводу экспертизы ствола. Всё, давайте. Значит, стреляли в генерала всё-таки из его пистолета-то, из его оружия. Но тут вот какая петрушка получается. Незадолго до покушения генерал завещание составил. С чего это вдруг, а? И кто наследники? Жена, сын и любовница. Все в равных долях. Очень интересно. Ну, и кто любовница? Лескина Светлана Леонидовна. Кстати, утверждает, что целый день дома просидела. У неё у матери гипертонический криз. Мать её показания подтверждает. Понятно. Какая официальная версия? Жена утверждает, что стрелять не умеет. Вот. Но вот, что мы любопытного нашли в их семейном фотоальбомчике. Да, прям ворошиловский стрелок, а? Ну, а мотив? Разбираемся. По заданию детектива помощник наблюдал за домом Анисимовых. Через некоторое время к дому подъехала машина, из которой вышел мужчина крепкого телосложения. Игорь Петрович, похоже, не только у генерала есть любовница. Генераль же тоже не одна. Сейчас какой-то мужчина подъехал. Вот садится в машину, уезжает. Следуй за ним и продиктуй-ка мне номер машины. Пробью, к кому она принадлежит. Проходя по поселку, помощница обнаружила, что на доме соседа генерала установлена камера видеонаблюдения, направленная как раз в сторону участка Анисимова. От соседей по поселку она узнала, что в доме проживает известный криминальный авторитет по кличке Бурый. Здрасте. Чего надо? Помощница частного детектива. Мы расследуем дело о покушении нашего соседа генерала Анисимова. Ну и чего? Можно я зайду? У вас в доме установлена камера скрытого наблюдения. Она может нам помочь. Но мне нужна запись с нее. Может, тебе еще и ключи от квартиры, где деньги лежат? Да ты не понимаешь, эта запись могла зафиксировать преступника. Я в натуре милиционерам не помогаю. Но если бы вы, Елена, согласились зайти, так сказать, на чашку чая, то мы с вами многое могли бы посмотреть. В том числе и эту запись. В общем, Федор, машина, которую ты сейчас ведешь, принадлежит Николаю Иванченко, 72-го года рождения. Проживая в том же поселке, что и генерал. Ну и работает тренером в фитнес-клубе. Понял. Ты где сейчас? Недалеко от вас. Сейчас проехали по улице Красина, сворачиваем на Кузнецова. Этот Иванченко отчаянный парень, два раза проехал на Красный. Интересно, куда он только гонит? Подожди, подожди, подожди. На Кузнецова. На Кузнецову как раз находится вторая городская больница, где Анисимов и лежит. В общем, так, глаз не спускай, я сейчас буду. Давай. Ну, так что? Хватит шутить, никуда я не пойду. А ты вообще кто? А ты для Бурова, по-моему, слишком молодой. Сын, отца на деле нет в поселке, на курорте отдыхает. Ага, понятно. А ты тут, значит, развлекаешься? Ну, постой. Я же это, пошутить хотел. Да бери ты эту запись, все равно ведь менты припрутся. Вот, сразу бы так. А вообще, что-нибудь подозрительное сегодня видел? Нет, я на компьютере играл. Даже нифига не слышал. Ну, давай, тащи запись. Иванченко идет в генеральской палате. Воспользовавшись случаем, детектив подложил жучок в карман Иванченко. Детективы расследуют покушение на отставного генерал-майора Анисимова. Анисимов, неизвестный, стрелял средь бела дня из пистолета Макарова, принадлежавшего генералу. Анисимов сообщает Игорю Лукину, что подозревает в покушении своих близких – жену, сына или любовницу. В ходе расследования выясняется, что у жены Анисимова Надежды есть молодой любовник Николай Иванченко. Иванченко направляется в больницу, куда ранее доставили генерала. Следуя за Иванченко по коридору, помощник дошел до кабинета старшей медицинской сестры. Нет, слышишь, нет. Я больше не могу обманывать тебя и себя. Я полюбил другую, и все это очень серьезно. Не знаю, сможешь ли ты когда-нибудь понять меня и простить. Но поверь, будет лучше, если я уйду. Выяснив непричастность Иванченко к покушению, детективы решили еще раз поговорить с генералом. Нет. Это Максим. Сын. Между прочим, отличный стрелок. Я его сам когда-то учил. А ведь ваш сын нигде не работает? Да, так. Иногда подрабатывает. В частном тире, неофициально. У вас с сыном не сложились отношения. Не скажете, в чем причина? Он слюнтяй. Максим. Ну, здравствуй, папа. Пардон, ничего личного. Разрешите, я сам в целях безопасности клиента исключительно. Это отказ от своей доли наследства. То есть вы отказываетесь от квартиры? Щенок. Неблагодарный сопляк. Да подавись ты! Юноша, не спешите. Оставьте меня в покое. Что вам надо? Дело в том, что я сейчас на детектив. Моя фамилия Лукин. Ну и как вы понимаете, ваш отец является моим клиентом. Дело покушения. Как его отцу безжалостно. Что, прям надо было сейчас эти семейные разборки устраивать? Безжалостный? А уводить девушку у собственного сына это как? Подождите. Света, Лесина. Ваша девушка? А, я вижу, вы все знаете. Да нет. Я мало чего знаю. Но я знаю, что отец упомянул о своем завещании. Да купил он ее, сволочь! Мы со Светкой вообще пожениться хотели. Сам как дурак их и познакомил. А он мне квартиру взамен оставил. Благородный. Подождите, подождите. Не рвите. Это Света? Да, ношу по привычке. Может забрать. Спасибо. Но коль речь зашла о фотографиях, скажите, фотографии вы делали? Вашей матери идет оружие. А, дурака валяли. Она и пистолет-то один раз в руках держала. И учить бесполезно. Зрение минус шесть. Но зато вы стреляете отменно, как сказал ваш отец. И что с того? Ну скажите сами-то сегодня с утра. Вы где были? Понимаю. Работа у вас такая. Я, конечно, ненавижу отца, но уж не до такой степени, чтобы стрелять в него. Да вы не нервничайте, молодой человек. Никто вас не обвиняет. Просто на вопросы ответьте и все. У друзей я был. На репетиции рок-концерта. Можете проверить. В офисе детектив с помощницей просматривали запись с камеры видеонаблюдения. Это Светлана Лескина, любовница генерала. Вот ее фотография. Выходит, она врет, что ухаживала за больной матерью, а? Ладно, смотрим дальше. Обрати внимание на время, а? Ты видишь? Вот Лескина бежит через двор. 11.30. А следующий кадр 11.45. Странно. А как утверждает милиция, выстрел был сделан в 11.40. Получается, что камера фиксировала все события до и после выстрела, а на момент выстрела она как раз была выключена. А кто мог ее выключить? Только Буров младший. Если он, конечно, не соврал, что отец в отъезде. Может, у него какие-нибудь там старые счеты? Да нет, я проверял. Действительно, Буров старший в отъезде, две недели уже нет в городе. На Канарах. Так, ну, еще версии? Да, есть еще одна версия. В поселке могли просто отключить электричество. Ну, бывает такое. А здесь камера дешевенькая, своего аккумулятора у нее нет. Я знаю такие модели. Ох, не верю я, что здесь все так просто. Значит, я сейчас в поселок. Все проверю по поводу электричества. А ты отправляйся к этой Лескиной. Ну, покажи ей все. Послушай, что она скажет. Да, и еще. Насколько мне известно, эта самая Лескина ни разу к генералу в больницу не пришла. Как-то странно для любовницы, а? Да, у них в этой семье все очень странно. Похоже, что так. Вы Света Лескина? Да, а в чем дело? Меня зовут Елена, я помощник частного детектива. И мы расследуем ход событий покушения на генерала. Меня уже допрашивали в милицию. Разбирайтесь с этим уродом сами, пожалуйста. Я не поняла, во-первых, с каким уродом, простите. Во-вторых, мне стало известно абсолютно точно, что милицию вы обманули. У меня есть запись, которую я вам сейчас прямо могу показать. На ней хорошо видно, что вы были сегодня у генерала. И это было приблизительно в то время, когда на него было совершено покушение. Хорошо. Сейчас я вам все объясню. Ты зачем пришла? Жена же дома. Сейчас скандал устроит. Не могла подождать до развода? Ну, прости. Но я аккуратно прокралась. Твоя жена меня не видела. А у меня радостная новость. Ну, могла позвонить. Но это не та новость, которую говорят по телефону. Ну? Гриш, я беременна. У нас будет ребенок. Чего? Ты с ума сошла? Какой ребенок? Зачем мне ребенок? Ну, как, Гриш? Я... Я же... Мы с тобой так не договаривались. Ты что себе придумывала? У меня уже есть сын один. Этого достаточно. Мне больше детей не нужно. Гриш, ну а как же? А что же мне делать? Значит так. На, возьми деньги. Хватит. Ты как женщина сама знаешь, что делают бабы в таких случаях. Ты что себе позволяешь, а? Ну-ка, пошла вон. Ну вот, я убежала. Видеть его не могла. Его, себя. Но я в него, честно, не стреляла. Это правда. Детектив вновь приехал в поселок Заречное. Опять вы? Понимаете, хотел задать вам несколько вопросов. Ну? Скажите, у вас сегодня электричество пропадало? Да, сегодня и вообще все время пропадает. Я как раз сериал смотрела, и в это время погас экран. Понятно. А частенько вам приходится без электричества сидеть? За последнюю неделю второй раз. Я даже электрика наняла, чтобы он генератор установил, потому что это невозможно просто. Ну да, понимаю. Скажите, а что за электрик? Сегодня работал? Нет, как раз вот сегодня и не приходил. Электрик он и есть электрик. Вот. Ну, вроде как человек не со стороны, мне его соседка посоветовала. Он уже второй месяц у нас здесь работает в поселке. Ну, всем же надо. Понятно. А как зовут электрика и где найти, не подскажете? Владимир зовут, больше ничего не знаю. Единственное, что он не закончил работу, должен обязательно прийти, он куртку у меня оставил. А взглянуть можно? Ну да, что-то с вами делать. Пойдемте. Вот, пожалуйста, вот эта куртка. Удостоверение. На имя Трофимова Владимира Алексеевича. Вы знаете что, спасибо вам большое, я вас задерживать не буду, а курточку я ему сам передам. Смотрите, не заиграйте там ее. До свидания. Алло, Лена, ну что там Лескина? Да там личная драма, я думаю, к стрельбе по генералу она отношения не имеет. Хотя, конечно, стопроцентной гарантии я дать не могу. Хорошо, потом расскажешь. А что там у Федора с альби Максима? Да, подтвердилось, он в группе там на ударных играет. Вы вот что, вы мне с Федором пока найдите некого Трофимова, Владимира Алексеевича. Сорок лет, может, чуть больше. А я скоро буду. Трофимов. Надо сказать, не самая редкая фамилия в нашем городе. Тем не менее, кое-что тут уже отсортировать удалось. Молодец. Зачем порадуешь? В Трофимово в городе 20 человек. Ух ты. Но с инициалами Владимира Алексеевича трое. Одному из них 97 лет, другой во втором классе, а третий вот как раз преподаватель физики в технологическом колледже. А электриках Трофимовых нет. Ну ничего, нам и физик подойдет. Ты вот что, за трудом отправляйся туда и аккуратненько все проверь. Может, это и есть наш электрик? И его адресок домашний. Черкани меня на всякий случай. А вот распечатка. Угу, молодца. Так, ну что, давайте поддам, а ночь на дворе. Утром следующего дня помощница съездила в колледж и навела справки о Трофимове. Трофимов два месяца назад уволился из колледжа. А что так? Жена у него в психобольнице в тяжелом состоянии. Да и вообще, говорят, сдал он после всего этого. А что стряслось? Сын два года назад в армии погиб. Жена вот не пережила. Я как раз собирался к этому Трофимову. В общем так, скажи Федору, пусть едет в военкомат и выяснит, нет ли связи между Анисимовым и погибшим мальчишкой. Помощник детектива выяснил, что погибший сын Трофимова служил в той самой воинской части, которой командовал генерал Анисимов. Владимир Алексеевич? Да, я. Ну это же вы в поселке Заречное у Анисимовых работаете? Допустим. А в чем дело? Да вот вы же там куртку забыли. И хозяйка ругается, говорит, работу не доделали. Да, я слышал. У нее горе, мужа убили. Недоэлектрики, небось. Так это вы про генерала Анисимова, что ли? Так жив он, слеханик. Как так? Ну пуля-то жизненно важных органов не задела. Так что лежит он во второй больнице. Через неделю подлатает и будет как новенький. А что с вами такой мужчина? Нет-нет, все в порядке. А что хозяйке-то передать? Я все понял, спасибо. За курточку спасибо. Детектив сознательно сообщил Трофимову номер больницы, где лежал раненый генерал. Оставалось ждать, как поведет себя мнимый электрик, узнав, что Анисимов остался жив. Молодой человек, а вы куда? Генерал Анисимов в какой палате? Анисимов 20-й. А скажите, он там один? Не хотелось бы никому мешать? Никому вы не помешаете, у него одноместная палата. Детектив Игорь Лукин расследует покушение на отставного генерал-майора Анисимова. Неизвестный стрелял из именного пистолета, принадлежащего генералу и похищенного из его сейфа. Из разговора с женой Анисимова становится известно, что в доме генерала бывал электрик Трофимов, пропавший в день покушения. Детективы выясняют, что два года назад у Трофимова погиб сын, служивший в части, которой командовал Анисимов. Это тебе за сына, а это тебе за жену. Ну что это такое, надумали-то? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, Василий Местеров? Ну что, приезжай в больницу. Ну а теперь, Трофимов, расскажите, зачем вы пытались убить генерала Анисимова? Я об этом мечтал все два года. Я следил за его перемещениями, мечтая отомстить. И тут мне неожиданно повезло. Он сам переехал в наш город. Я устроился в поселок электриком, попал к ним в дом. Сделать слепок ключа от его сейфа не составило труда. А Анисимов любил в бане попариться. Генерал был виновен в гибели вашего сына. Он убил моего сына! Когда Леша был в учебке, а командиром части был Анисимов, как раз на то время ждали комиссию из Москвы. Потому он сам явился на площадку, где солдаты сдавали нормативы. Он увидел солдата, который сидит в стороне. А это был мой сын. Командир взвода доложил ему, что солдат Трофимов жалуется на головную боль и слабость. Генерал впал в ярость, стал кричать, что покажет им Кузькину мать, что здесь не детский сад. И начал лично его гонять. Леша падал, уже еле передвигал ноги. Кричал, что больше не может. Нет, его еще больше это взбесило. Вскрытие показало разрыв аорты. Мой мальчик умер. А эта гнида живет и радуется жизни. У нас служебное расследование-то проводилось? Да, но дело замяли. Бывает такая индивидуальная реакция организма на нагрузки. А в армии стандартная нагрузка, общая для всех. Неспортивный парень, говорят, был. И тогда вы провели собственное расследование и вынесли приговор. Я ездил к Алешкиным сослуживцам. Поговорили. Я слышал выстрелы. Кто этот мерзавец? Отец Алексея Трофимова. Какого Трофимова? Солдата. Алексея Трофимова. Который служил в вашей части. И который умер от разрыва сердца. Припоминаете? Ведь после этого случая вас отправили в отставку. Ах, это... Да. Но в любом случае я благодарен за то, что вы поймали этого подонка. Человек, который у вас стрелял, преступник. Конечно, вы будете судить суд. Но он у меня вызывает гораздо больше сочувствия. Генерал. Владимир Трофимов осужден за покушение на убийство. Надежда Анисимова развелась с генералом. Светлана Лескина родила ребенка. Генерал в полном одиночестве живет в своем роскошном коттедже. Редактор субтитров А.Семкин